Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вам всегда подскажут, как разобраться в какой-то сложной информации. Для кого-то эта информация действительно сложная, я имею ввиду, когда и как смотреть прямые трансляции, чтобы получать награды от разработчиков в виде ключей от запертых контейнеров. И в этом видео я все подробно расскажу. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, не перематывайте видео для того, чтобы потом не задавать вопросы, ответы на которые в самом видео уже были. Итак, ребят, как все вы знаете, 13, 14, 16, 17, 19 и 20 числа будут прямые трансляции. Таким образом, 6 трансляций по 2 трансляции на каждый регион. Первыми у нас стартует Америка, потом будет Азия и завершающая Европа. Когда смотреть трансляции, есть информация, но для многих игроков проблема в том, чтобы перевести это время в свой часовой пояс. И в этом я вам тоже подскажу. Итак, ребят, сейчас на ваших экранах вы видите список сравнения времени между CEST, это центральноевропейское летнее время, и Киевом. Почему Киевом? Потому что я нахожусь в Киеве и по своему времени даю информацию. Сразу хочу упредить комментарии от тех ребят, которые мне уже забрасывали камни в огород по поводу того, что где информация по поводу МСК и так далее. Ребят, вы ничем не особенные. И с таким же успехом я должен тогда предоставлять информацию по времени в Вильнюсе, Праге, не знаю, там Сиэтлу, Торонто, Бешкеку и других городах, в которых есть мои зрители. Поэтому будьте добры, перевести себе время согласно разнице во времени. Как это сделать, я вам обязательно подскажу. Итак, друзья, как перевести время по своему часовому поясу и посмотреть, в котором часу для вас будет прямая трансляция. Я добавил в описании ссылочку на вот этот великолепный и крайне простой сайт, который поможет вам увидеть разницу во времени между центральноевропейским летним временем и городом, в котором вы находитесь. У меня стоит по определению ЦЕСТ и Киев, в вашем случае это может быть ваш город. Как пользоваться сайтом? Да все очень просто. Нажмете вот сюда на карандашик редактировать, в левое поле вписываете на английском языке ЦЕСТ, пишется это вот так вот, и выбираете центральноевропейское летнее время. Здесь пишете, ну не знаю, допустим тот же самый Вильнюс. ЦЕСТ вписываете, секунду, забыл переключить, вписываете Вильнюс Литва и смотрите разницу во времени. 10 часов по ЦЕСТ это 11 часов по Вильнюсу. Ну и таким образом вбиваете свое время. Если вы не совсем поняли разницу во времени и не хотите плюсовать, добавлять, вы можете просто опуститься ниже и посмотреть. Если, допустим, первая прямая трансляция у нас стартует в 4 часа по ЦЕСТ, то бишь в 4 часа утра, то по Вильнюсу это 5 часов утра. Если вы находитесь в Сиэтле, то покажет разницу во времени и покажет вам день недели, если разница прям совсем существенная. И для кого-то это будет еще пятница или суббота, а для кого-то уже воскресенье. Короче говоря, разницу во времени, я думаю, вы понять сможете. Что касаемо того, где смотреть прямые трансляции, где найти ссылки и как на эти прямые трансляции попасть. В этом отношении тоже подскажу. На данный момент ссылок на прямые трансляции нет. Как правило, разработчики за несколько часов до начала прямой трансляции выкладывают отдельную новость, в которой говорят по поводу того, кто будет комментировать прямые трансляции, ну и, соответственно, куда надо идти их смотреть. Сразу скажу, ребят, если вы будете смотреть прямую трансляцию на Трово, Ютюбе, ТикТоке, любых других платформах, вы ничего не получите. Вам не будет происходить начисление ключей. Будьте внимательны, трансляцию необходимо смотреть исключительно на официальном портале. Как на него попасть, сейчас тоже расскажу. Итак, за несколько часов до начала прямой трансляции, а для тех ребят, которые живут, допустим, по киевскому времени, это действительно проблема, потому что это и так 5 часов утра по Киеву, так здесь еще и за несколько часов только опубликуются ссылки. В любом случае, если ссылки будут опубликованы, их опубликуют в отдельной новости или добавят их в ту новость, которую вы сейчас видите на экране. Выглядит это следующим образом. Будет список комментаторов. Вписок комментаторов, как правило, комментаторы выделены желтым цветом. Нажимаете на комментатора и вас автоматом перебрасывает на официальный портал игры, там, где будет идти прямая трансляция. Ну и, соответственно, за просмотр этой прямой трансляции вам будут начисляться ключики. Но что делать, если вдруг этих ссылок не дали? Или у вас битые ссылки, вы не можете по ним зайти? У меня было такое, когда нажимаешь на ссылку, а на портал нормально попасть не можешь. Сейчас подскажу, как найти прямые трансляции заблаговременно и подготовиться к просмотру этих трансляций. Заходите в настройки, нажимаете на клавишу поддержка. Причем как с телефона, так и с ПК разницы это не имеет. Разница есть немножко в поиске, сейчас ее озвучим. На портале вы нажимаете в левом верхнем углу. Для начала, кстати, убедитесь в том, что вы залогинились. В правом верхнем углу должен быть ваш никнейм в игре. Если его там нет, то нажимаете Login или Войти, в зависимости от того, на каком языке у вас будет страница. Ну и, соответственно, логинитесь. Вбиваете свой электронный адрес и вбиваете пароль от своего аккаунта. Когда залогинились и ваш никнейм здесь появился, это крайне важно, потому что именно на этот никнейм будет начислена награда за просмотр трансляций. В левом верхнем углу вы нажимаете Игры и выбираете World of Tanks Blitz. Пока разницы между компьютером и, допустим, телефоном или планшетом абсолютно никакой нет. Выбираете сайт игры. Когда вы выбрали сайт игры, вас перебросит на страницу с игрой. Сейчас дождемся загрузки, не знаю почему, с утра сейчас притормаживает. И на сайте с игрой вот там уже есть небольшая разница между телефоном и ПК. Для компьютеров немножечко проще, потому что на ПК у вас изначально отображается... Изначально отображается... Сейчас переведем страницу. Изначально отображается вот эта вкладка Турниры. А с телефона этой вкладки у вас не будет. Поэтому на телефоне в правом верхнем углу будет кнопка Меню. Нажимаете Меню и там выбираете Турниры. Дальше все будет то же самое. Когда вы заходите на страницу с турнирами, то на странице с турнирами вы сразу видите Блиц Тен Кубок Европа. Нас интересует в первую очередь Америка, потому что Америка стартует первой. До начала трансляции, как вы видите, указывается 8 дней, 2 дня, 5 дней. Ну, в принципе, в порядке по очередности. Нажимаете на Америку, ну и, соответственно, попадаете на эту страницу. Пока страница пустая и ссылок здесь тоже нет. Они появятся чуть позже. Покажу на примере других турниров, которые были раньше, для того, чтобы вы понимали, что вам, в принципе, необходимо увидеть. Так, предыдущие турниры. И, допустим, давайте возьмем Блиц Мастерс. В Блиц Мастерсе, как вы видите, вот эти ссылочки, которые вы можете выбрать себе. Будет несколько вариантов. И, соответственно, в этих трансляциях, которые блудут, вы тоже можете выбрать себе кого-нибудь на своем языке, допустим, автора. Для того, чтобы хотя бы понимать, о чем речь идет. Когда появятся вот эти вот ссылки, вы на них зайдете. Обратите внимание, что здесь будет у вас два таймера. Один таймер, это до начала прямой трансляции, либо с момента начала прямой трансляции отсчет. Этот таймер запускается с момента, как автор, который будет давать по трансляции свои комментарии, вышел в эфир. Как правило, авторы выходят в эфир за какое-то время. Кто-то за 20 минут, кто-то за полтора часа. Вам необходимо дождаться начала прямой трансляции. И когда начало прямой трансляции будет, то в правом углу, вот здесь, появится вот такого вот, как эта птичка голубого цвета, еще один таймер. И он должен начать у вас отсчет. Там должны пойти секунды, минуты, а ваша полоса вот здесь вот должна начать заполняться. Как раз за заполнение данной полосы вами начисляются награды. Что может быть проблемой при начислении наград? В первую очередь убедитесь в том, что вы перед началом прямой трансляции почистили свою историю. И главное, внимание, до начала прямой трансляции вам необходимо удалить все куки, сохраненные у вас в браузере. В принципе, это все делается путем выбора в меню очистки истории браузера, пункта удаления всех куки. После того, как вы это сделали, вам необходимо перезагрузить браузер, зайти еще раз на трансляцию. И здесь вам выскочит внизу сообщение о том, что вам необходимо принять куки от сайта игры. Нажимаете одобрение, ну и соответственно ожидаете начала прямой трансляции. Внимание! То, что вы находитесь на прямой трансляции заблаговременно, не значит, что вы можете ее оставить, пойти себе заниматься своими делами. И просто в 5 часов утра по Киеву прямая трансляция начнет начислять вам награды. Не все так просто. В 5 часов утра, когда трансляция стартует с начислением уже наград, вам необходимо будет вот здесь, в диалоговом окне, которое вам вылетит, подтвердить ваше присутствие на прямой трансляции. Сразу предупреждаю, если вы будете переходить на соседние какие-то вкладки в своем браузере, на прямой трансляции для вас начисление наград сразу останавливается. Поэтому либо не уходите с этой страницы, либо сделайте два диалоговых окна отдельно. Возьмите диалоговое окно мышью, если вы делаете это с компьютера, вытяните его в отдельное диалоговое окно, ну и, соответственно, тогда, свернув оба окна не до максимальных размеров, вы можете пользоваться одновременно и интернетом, и, соответственно, смотреть, слушать прямую трансляцию. Если вдруг у вас есть еще какие-то вопросы, которые вас беспокоят, и этот вопрос действительно важен, то пишите, пожалуйста, в комментариях, я обязательно попытаюсь вам помочь, дам ответы на вопросы. Ну а с вас, друзья мои, многого просить не буду, если вам несложно, лайкните данное видео, ну и обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Стараюсь специально для вас и всегда заранее выкладываю важные, полезные и информативные видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.